Полностью выздоровела за 3-3,5 дня, то есть все симптомы исчезли. Ты легко дышишь, у тебя хороший здоровый сон, а голова становится такой ясной, чистой, сознание более таким осознанным. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы с вами находимся на канале Синтезит. Меня зовут Александр, и сегодня мы будем говорить про иммунитет и про модное заболевание, и как ему противостоять. Потому что Синтезит очень хорошо помогает именно поддержать иммунитет, именно поднять его, потому что он влияет прежде всего на кровотворную систему. Кровотворная система – это новые клетки не только для всех органов и тканей, но и клеточки иммунитета. И, уважаемые женщины, смотрите это видео до конца. Почему? Потому что сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Алена. И сегодня мы будем говорить не только про иммунитет, но также немножечко и про детское здоровье, как я понимаю, и про Синтезит. Итак, Алена, пожалуйста, расскажите вашу историю знакомства с Синтезитом и как он помогает вам и вашей семье. Ну, во-первых, скажу, что первое знакомство было еще больше года назад. То есть мы с супругом, когда объявили о старте продаж, попробовали этот продукт, ну вот первый, да, его форму в виде капсул. Попробовали, ну, не просто так, потому что были вопросы с внутричерепным давлением, с общим состоянием иммунитета, вот в период каких-то межсезонных заболеваний. Вот, принимали по минимальной дозировке и сразу почувствовали хороший результат. Буквально через час приема улучшается общее состояние, а голова становится такой ясной, чистой, сознание более таким осознанным, да. И в целом самочувствие улучшается, то есть не требуется пить дополнительно кофе, какие-то чаи, ты легко дышишь, у тебя хороший здоровый сон. И вот эти все факторы, они привели к тому, что мы, в принципе, поняли, что эту добавку можно пить на постоянной основе. Ну и наблюдать за организмом, за его реакцией. Вот, затем, когда появился препарат в жидкой форме, у нас как раз заболел ребенок острым респираторным заболеванием. И так как форма удобная для того, чтобы давать маленькому ребенку, это как раз ему было три с половиной года. А вот мы под язык ему капали, ну, по рекомендуемой дозировке синтезит в жидком виде. Вот, ребенок полностью выздоровел за три-три с половиной дня, то есть все симптомы исчезли, хорошее самочувствие. Вот, и понятно, что у синтезита нет побочных эффектов. Вот, мы это наблюдали, остались очень довольны. То есть у ребенка не было никаких некожных высыпаний, которые могут быть, проявляться, да, от обычных лекарств. А обычно он сколько болел до этого у РВИ ребенок? Ну, дней 6-7, да, вот так, в среднем. То есть начинается сухой кашель, потом он переходит в мокрый кашель, добавляются обычно там выделения из носа, да. Вот, иногда их нет, но, как правило, вот период это 6-7 дней. То есть можно сказать, что болезнь уменьшилась до вдвое, сократилась вдвое. Да, да, да. Да, уважаемые зрители, вот то, что сейчас говорит Алена, на самом деле период выздоровления сокращается примерно в два, иногда в три раза у людей, кто принимает синтезит. Это очень важное свойство. Опять же, то есть надо понимать, что ваша иммунная система будет активирована примерно на третий-четвертый день с начала приема. То есть не стоит ожидать, что вы не принимали синтезит, заболели, начали принимать синтезит, у вас сразу же все быстро пошло на, так сказать, на поправку. Конечно, за счет того, что синтезит быстро улучшает микроциркуляцию крови, то же самое, разжижает кровь, уничтожает кислородом, будут определенные сдвиги. Но сам иммунитет включается постепенно, потому что новые клетки иммунитета начинают вырабатываться, начиная примерно, ну они, конечно, постоянно вырабатываются, но именно такие вот новые клетки, которые синтезит помогает уже делать организму, это примерно третий-четвертый день. Вот так вот. Поэтому как-то так вот рассчитывайте. То есть лучше быть подготовленным и синтезит принимать заранее, чтобы когда пришел какой-то определенный вирус, ваш организм был уже готов, уже были готовы новые клетки иммунитета. И маленькое еще замечание по поводу ребенка, то есть по поводу детей. Мы как производитель не имеем права рекомендовать синтезит детям, потому что не было соответствующих исследований. Единственное, что мы знаем, что синтезит не имеет никаких побочных эффектов, это безопасный продукт, даже при многократном превышении дозировки он не вызывает побочных эффектов. Однако мы не имеем права рекомендовать применять его именно детям и беременным людям, потому что не было таких исследований. Соответственно, если вы хотите применять синтезит, Если вы беременны, или кормите грудью, или у вас есть ребенок, соответственно, пожалуйста, проконсультируйтесь со специалистом и примите соответствующее решение самостоятельно. То есть мы не имеем права вам на это указывать. Хорошо, Алена, я понимаю, да. С тех пор, получается, вы постоянно используете ребенку, предлагаете синтезит, да, просто для поддержания иммунитета и сами. Да, периодически мы приобретаем препарат, пропиваем его, уже не с целью конкретно убрать какие-то симптомы, а в целом просто для поддержания иммунитета. А в форме жидкой нам больше нравится. Почему? Потому что удобно его применять как-то, и пузырек с собой удобно взять, но вот нам так больше нравится. Да, да, и водой запивать не надо, и дозировку можно хорошую рассчитать. Конечно, конечно, да, и видно, сколько ты пьешь. И хотела еще сказать о том, что вот когда ребенок заболел, мы кроме синтезита и промывания носа аквалором, аквамарисом, больше ничего не давали. То есть вы положились просто на чистый иммунитет человека, да? Да, просто промывали нос и давали синтезит. А получается, три недели назад мы почувствовали недомогание с супругом. И так как у нас был препарат только в жидкой форме, мы сразу начали его принимать в двойной дозировке. То есть утром почувствовали такую головную боль, было небольшое давление вот в области переносицы, и болела, в принципе, спина, такие вот более давящие были. Спина, копчик, вот поясничный отдел. Вот как-то стало понятно, наверное, что по симптомам это вот модное заболевание. И было бы небольшое повышение температуры. Максимально это где-то 37,8. Примерно так. Вот. На протяжении трёх дней мы принимали по двойной дозировке. И на четвёртый день, проснувшись, уже почувствовали, что просто вот как всё рукой сняло. Моментально. То есть оно было, 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 и резко не стало. То есть сразу такая бодрость появилась. Поэтому не прекращали принимать. Вот. Очень довольны результатом, довольно таким быстрым и лёгким выходом из этого, от этого вируса. Вот. И за что большое спасибо всей вашей команде. Ну, спасибо. Уважаемые зрители, вот то, что рассказывает Алёна про то, как синтезит помогает организму укрепить иммунитет и более успешно бороться с разными заболеваниями, в том числе вирусными заболеваниями, это не факт какого-то чуда, это факт того, как должен, в принципе, работать человеческий организм, человеческий иммунитет. Мы должны самостоятельно справляться со всеми неприятностями, которые поступают из зне, с любыми проблемами, без использования каких-то специальных средств. Максимум какие-то травки пить, да, и так далее, что должно поддержать поступление каких-то элементов. Натуропатии, да. Да, натуропатии. То есть это нормальная практика, которая существовала в очень много веков, до появления аллопатической той же самой медицины. То есть возьмите любое направление медицины, тибетская медицина, да, то же самое, эуреведическая медицина, китайская медицина, это все направления разной медицины, и все они не используют каких-либо аллопатических лекарств. Аллопатическая медицина – это всего лишь одно из направлений медицины. То есть все остальные медицины, они такие же на самом деле медицины. Нельзя назвать, что есть какая-то традиционная, есть нетрадиционная медицина. Есть просто много разных направлений. И то, что сегодня превалирует аллопатическая медицина, это просто вопрос финансов, вопрос денег. То есть это выгодно, самое главное. Поэтому выбирайте всегда для себя те вещи, которые наиболее для вас безопасны, которые наиболее быстро и безопасно позволяют достигать какого-либо эффекта. И также будьте готовы к тому, чтобы встретить заболевание. То есть то, что вы делаете сегодня, это то, что будет с вами завтра. Поэтому если вы сегодня принимаете синтезит, используете физические упражнения, отдыхаете, понимаете, что не надо много нервничать и отпускаете ситуацию, хорошо питаетесь, то завтра у вас будет хороший иммунитет, качественная жизнь, долгая жизнь и жизнь без болезней. Потому что, как я уже сказал, то, что вы делаете сегодня, будет отражаться на вас завтра. И чем больше людей будет эту понимать, простую истину, тем больше в будущем будет здоровых людей, умных людей, которые смотрят в будущее, понимая то, что они делают сегодня, то будет с ними и завтра. Алена, я благодарю за то, что вы согласились приехать к нам в офис, рассказали про такую замечательную информацию. Желаю вашей семье здоровья. Уважаемые зрители, если вам понравилось это видео, посчитали его информативным, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайк. Всего хорошего, до свидания. До свидания. До свидания.